Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. И сегодня я буду делать проверку косметики Фаберлик. Фаберлик прислали мне огромное количество своей косметик, включая бестселлеры и новинки, которые я уже просто с нетерпением жажду попробовать. Так что большое спасибо Фаберлик за то, что помогли со съемками этого видео, за то, что предоставили продукцию. Сегодня мы с вами посмотрим на косметику Фаберлик, я расскажу вам про свои фавориты, мы с вами протестируем нечто новое. Но прежде чем мы начнем, обязательно подписывайтесь на мой канал, включайте в себя уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить, а мы начинаем. Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Мой макияж я буду начинать вот с такой вот базы. Как видите, у меня ее осталось здесь совсем чуть-чуть, потому что это база, которую я реально очень сильно люблю. Помните, я даже, по-моему, в том году снимала видео, где я показывала мою эту базу, вот это она же и есть. Ты берешь вот такое вот небольшое количество этой базы на пальчики, распределяешь и просто наносишь на лицо. Ее реально хватает на очень долго. Я можно сказать, что пользовалась этой базой практически каждый день, и у меня ее реально осталось вон еще сколько осталось. В этот раз, когда я увидела, что в моей посылочке была еще эта же самая база, я очень обрадовалась, потому что, знаете, как бывает, когда у тебя остается чего-то очень мало, ты такой, ммм, буду экономить. Ни в коем случае не тратить лишнего, и мне прислали новую, и я сейчас просто вот радуюсь и счастлива. Настроение. Что ж, давайте теперь нанесем вот такой вот кушен из серии Чок-Чок Айсиул. Очень интересно будет его попробовать, его я еще не пробовала, заодно сейчас расскажу вам, что я о нем думаю, потому что выглядит для начала, изначально он просто потрясающе, этот дизайн мне очень-очень нравится. Получается просто супер естественный эффект в сочетании вместе с базой, которую я до этого нанесла, это просто что-то потрясающее. Сами посмотрите, насколько здорово это выглядит. Цвет кожи стал таким естественным, но при этом очень отдохнувшим. Короче, мне очень нравится. Да, та часть видео снималась, когда у меня были еще светлые волосы, теперь они выглядят так, заодно вы можете сравнить и написать, как вам кажется мне лучше, как было или как сейчас стало. А теперь я хочу показать вам еще один лайфхак, и связан он с консилером. Во-первых, зацените вот этот консилер. У этого консилера очень крутая кисточка, она вот такая вот крупная, и это очень удобно. Вы знаете почему? Потому что вы можете использовать этот консилер не только как консилер, но также в качестве та же тонального крема, потому что очень удобно. И сам по себе он очень приятный. То есть, например, если вам не хочется маскировать все свое лицо тоном, вы можете просто локально его нанести и хорошо растушевать абсолютно на все те зоны, которые, как вы считаете, нуждаются в коррекции этим средством. Очень удобную и очень-очень приятную. За счет большого аппликатора увеличивается зона покрытия текстуры, что, как вы понимаете, экономит время при нанесении макияжа. Само по себе покрытие стойкое и плотное, и, кстати, дает очень хороший матовый эффект. Таким образом, получается два варианта. Вариант номер один с тоном, и вариант номер два просто использовать консилер. Далее у нас будет с вами тушь. Сразу хочу обратить внимание на ее щеточку. Смотрите, благодаря прямому срезу ресницы, получается, что удлиняются к внешнему уголку глаза. И получается, что эта тушь поднимает ресницы, ну, типа на новый уровень. И получается какой-то абсолютно невероятный объем. Кстати, ребят, представляете, вы можете приобрести абсолютно любой товар всего лишь за один рубль. Акция продлится с 5 октября по 25 октября. В даты включительно. Эта акция действует абсолютно для всех консультантов Фаберлик. Или, если человек зарегистрируется в период с 5 по 25 октября, то тоже можно участвовать в этой акции. Смотрите, что нужно сделать. Необходимо зарегистрироваться на сайте faberlik.com. Каждый шестой товар из вашей корзины будет в подарок. Соответственно, заказали 6 товаров, получили 1 в подарок, заказали 12, получаете 2, ну, и так далее. В подарок получаете вечно и меньшую по стоимости. А вот так вот выглядят ресницы. Еще у меня есть очень крутые помады из серии HD Color. Из серии Glam Team. И я хочу вам их сейчас показать и протестировать некоторые из оттенков. Давайте сделаем сводчи из некоторых цветов, которые мне наиболее понравились. Начнем вот с этого. Блин, это просто потрясающе. Попробую его на губах. По-моему, это просто потрясающий цвет, и он просто шикарный. Посмотрите поближе. Хочу сделать несколько фотографий, потом сравнить, а вы напишите, какой цвет вам больше всего понравился из тех, которые я выбрала. У новой линейки глубокие и насыщенные оттенки от креативного директора Андреа Пешия с высокой концентрацией пигментов. Они создают яркий образ первого нанесения. Именно поэтому получилась палитра самая яркая за всю историю Faberlic. Попробуем следующий цвет. Ох, какая красота! Мне очень нравится форма носика этих помад, потому что получается очень удобное нанесение, и не нужен ни карандаш, ни потом какое-либо выравнивание за счет вот этой вот уникальной формы помады. Видите, она прям заостренная на конце и такая скошенная. Это очень круто. Пластичная текстура идеально подходит для моделирования формы губ. Помада заполняет и разглаживает вертикальные морщинки, наполняя губы равномерным цветом матового свечения. Блин, вот это вообще просто краш. Посмотрите, какой красивый цвет. Очень красивые помады, очень красивые цвета. Мне прям пипец как нравится. Как вам кажется, мне больше всего идет. Мне они вообще все нравятся. Класс. И для этого у меня есть вот такая вот розовая палеточка. Давайте ее вместе откроем, посмотрим, что там внутри. Вот так вот это все выглядит. Цвета очень нейтральные и очень приятные. Я хочу сделать легкий такой макияж. В самом начале я возьму вот эти вот коричневые тени и нанесу их в склад верхнего века. Этот оттенок называется молочный шоколад. И теперь к молочному шоколаду мы добавляем розовый сахар и растушевываем оба цвета вместе. Вот такой вот натуральный эффект получается. По мне это очень здорово. Собственно, теперь нехитрым способом, прям при помощи вот этого вот спонжа, кисти, которая здесь, возьму оттенок, который называется розовая паста и просто нанесу на всю поверхность подвижного века. Вот такой вот суперлегкий освежающий макияж век получился. Мне кажется, это идеальный макияж на каждый день, потому что он очень простой, он очень легкий, но при этом он немного освежает, так сказать, весь общий вид. Мне, по крайней мере, очень нравится. Теперь я очень хочу закрепить все это добро вот такой вот пудрой. Между прочим, она называется звездный выход. И вот если я сейчас не стану звездой, то я даже не знаю что. А еще здесь двойное дно, потому что со стороны одного дна здесь спонжик. Кстати, как вы знаете, такие спонжики-то я очень-очень люблю. Это прям вообще любовь. А с другой стороны сама пудра. Что ж, давайте попробуем, насколько звездным будет мой сейчас выход. Погнали. Так. Не, ну, это, это прикол или что-то? Не поняла. Настолько матовым и ровным мое лицо еще не было никогда. Подождите, посмотрите вблизи. Офигеть. Это, это не пудра, это какая-то жесть. Сразу скажу, это максимально не понравится тем, кому нравится иметь, а-ля такое, знаете, сияющее лицо, потому что эта пудра мотирует. Офигеть, как она мотирует. Но если вы любите эффект матовой кожи, то... Нет слов. Реально нет слов. Ну, нет слов, сломалось, извините. Технические заменки. Я аж тут настолько отвлеклась на упаковку сначала этой пудры, что вообще забыла, что я не сделала брови. Поэтому давайте как раз сейчас протестируем вот этот вот карандашик. Для начала я их расчешу. Я просто под впечатлением пудры, поэтому я теперь буду лагать и лажать. Прочешу брови. И теперь постараюсь сделать их тоже максимально естественными, потому что, как вы видите, макияж у нас сегодня именно такой. Буду просто использовать волосковую технику, подрисовывать то, чего моим бровям не хватает. То есть волос. Кстати, когда вы рисуете волоски, то есть чтобы получился максимально естественный макияж бровей, и было непонятно, что вы вообще их красили, вам нужно рисовать как бы новые волоски по направлению роста ваших бровей. То есть если волосок идет вверх, то вы просто рядом с ним рисуете соседний, который также направлен вверх. Каждое свободное пространство бровей дополняете и заполняете. И тогда это будет выглядеть максимально естественно. Как-то так. И вот такой вот максимально натурально естественный макияж у меня получился. Но больше всего мне понравилось прям экспериментировать с помадами. Обязательно напишите в комменты, какой цвет подошел именно вам больше всего.